Мы должны это делать. У нас хорошие отношения с Ираном и со многими другими странами. Если всё будет нормально, то мы будем продолжать развивать свободную торговлю. Даже сейчас без специального режима мы можем видеть, что есть новая волна интересов с обеих сторон, и с малазийской, с российской. А с соглашением мы будем и дальше продолжать развивать эту сферу, полагать бизнес-сообществу, будем приглашать делегации из банков и промышленной делегации. И что важно, мы увидим более быстрые изменения, более позитивные изменения в том, что касается торговли, а также обмена между Россией и Малайзией. И мы надеемся, что мы сможем достичь этого, как можно, скорее. Владимир Владимирович, Вы в своей речи сказали о пути решения проблемы прогнозного дефицита электроэнергии на Дальнем Востоке. Но если говорить в целом по стране, достаточно ли сегодня объёмов электрогенерации? Ну, смотря в каких регионах. В Сибири, допустим, там есть избыточная генерация на Дальнем Востоке, дефицит, и он будет, к сожалению, нарастать, если своевременно не принимать необходимых мер. В европейской части там тоже нужно думать о своевременных, не только ремонтах, но и глубокой модернизации. Поэтому есть планы, они разрабатываются, некоторые уже утверждены. Главное, всё своевременно исполнять и наладить такую экономически обоснованную работу в этой сфере. И вовремя принимать решения. Но говоря про энергетику, ещё один вопрос, правда, уже связан, наверное, с внешними рынками. В конце этого года прекращает своё действие соглашение о поставке российского газа транзитом через Украину в ЕС. Глава киевского режима уже заявил, что прогревать контракт не собирается. В целом, как вы считаете, каковы энергетические перспективы Европы, и слышали ли вообще голоса тех, кто пострадает? Ну вот, руководитель компании «Газпром» нам сам напротив, тоже в первом ряду, как и ВТБ. Я ещё к Герману Носковичу обращаться буду тоже. Герману Носковичу, все тута. Но это хорошо, потому что все проявляют интерес к развитию своего бизнеса на Дальнем Востоке. Но что касается Украины, мы не отказываемся от этого транзита, как ни странно. Почему? Потому что мы намерены, и компания «Газпром», исполнять все свои обязательства перед нашими клиентами, с которыми есть долгосрочные контракты. Но там одной из обязательных составляющей этой работы совместной является транзит. Есть контракт на транзит, который заканчивается 31 декабря этого года. Но если Украина отказывается от этого транзита, ну что же, мы же не можем их заставить. А наши основные потребители в Европе, видимо, не хотят этого делать. Хотя оказывают же всестороннюю помощь, поддержку и военную, и финансовую, какую угодно Украине. Но вот Украина отказывается от нашего транзита. Те объёмы газа, которые поступают в Европу, значит, они сократятся. Они будут идти по другим маршрутам, в частности, через турецкий поток, может быть, отчасти через голубой поток в Турцию тоже. Хотя это для внутреннего потребления, но тем не менее будут создавать и помогать энергетической стабильности в Европе. Но это их выбор. Как это отразится на них, я уже до конца не знаю. Мы занимаемся своими вопросами, а уже они, пускай, занимаются своими. Ведь, понимаете, то просто, ну, я даже не знаю, как-то охарактеризовать отношение к своим союзникам и партнёрам, которые демонстрируют очень многие в Соединённых Штатах и в той же Украине, оно является очень странным. Для меня это просто непонятно. Но взяли, взорвали этот газопровод по дну Балтийского моря, Северный поток, взорвали обе нитки Северного потока-1 и одну нитку Северного потока-2. Кстати говоря, одна-то существует, она в рабочем состоянии, что мешает тому же правительству Германии кнопку нажать, договориться с нами и включить. Сколько это? 25 миллиардов кубических метров по одной нитке? 27,5 миллиардов кубических метров газа тут же пошло бы в Европу, в Германию. Почему они этого не делают, я не понимаю. Получать через территорию Украины могут, получать через турецкий поток могут, а по нитке, которая идёт по дну Балтийского моря, не могут. На мой взгляд, это какая-то дефамация профессиональная, шизофрения, чушь просто. Почему? Не хотят, не надо. Мы будем наращивать наши поставки в другие регионы мира постепенно. У нас в Китайской народной республике давно до всяких этих кризисов в Европе и на украинском направлении проект есть хороший по поставкам в Китайскую народную республику. В следующем году мы выйдем на проектную мощность, 38 миллиардов кубических метров. Плюс с Далее Востока вот отсюда, Сахалин, Владивосток, тоже в Китайскую народную республику, плюс ещё 10 миллиардов кубических метров. Мы изучаем другие маршруты. Повторяю, это никак не связано с событиями на Украине. Это просто наши договорённости, которые были достигнуты много лет тому назад. Мы всё это реализуем. Плюс будем развивать сжижение газа. Да, и здесь нам пытаются создать проблемы. Вот они, мне честно, знают об этом лучше, чем кто-либо другой. Но всё равно это развивается, и доля России в поставках на мировые рынки сжиженного природного газа постепенно увеличивается. Она не такая уж и большая, как бы нам хотелось. Но будем всё равно, несмотря ни на какие сложности, которые нам пытаются создать, всё равно будем это делать. И в чём проблема здесь? Кто бы и как бы не пытался закрыть нашу энергетику, это невозможно, потому что на пределе находится добыча в соответствии с потребностями мирового рынка. Это невозможно просто, понимаете? Это невозможно. Можно добиваться... Вот представьте себе, что взяли завтра и всё закрыли. Газ, нефть нашу и так далее. Но мировая экономика не выдержит такого закрытия. Просто цены подрастут до небес, а всё равно будут покупать. Без этого невозможно. В этом всё дело. Ведь когда наши недоброжелатели и те, кто вводит незаконные ограничения, о которых говорил заместитель председателя Китайской Народной Республики, делают это. Они делают от чистого сердца, но не от большого ума, как в таких случаях говорят. Потому что результата нет. Они руководствуются только чем? Высокомерием и самоуверенностью. Результат обратный ожидаемому. Поэтому мы свои вопросы решим. Да, с какими-то, может быть, потерями, но всё равно решим. А те, кто не хотят с нами сотрудничать, ну что ж, пускай несут тогда убытки. Мы же видим, что в европейских странах происходит. Многие из них балансируют на границессии. И ситуация будет усугубляться. Потому что те, кто поставляют им энергоресурсы, заботятся прежде всего о своих собственных интересах национальных. На тех же штатах. Ну что, в два-три раза поставляют на счёт или на сколько там процентов на 50, на 60, больше, чем наши стоят энергоносители. Но газом я имею в виду прежде всего. Ну, конечно, экономика Европы, в том числе Германия, рассчитанная на наши энергоносители, переживает очень серьёзные испытания. Многие отрасли просто закрываются в этом всё дело. Но это не наш выбор. Мы готовы. Пожалуйста, договоритесь с Польшей, чтобы Польша открыла трубопроводные системы. Они же существуют. Значит, Ямал, Западная Европа. Поляки же закрыли. Теперь Украина закрывает ещё маршрут по дну Балтийского моря, Северный поток 2. Не включают. Не хотят. Не надо. И ущерб для них будет. Для нас будет определённое сопрощение доходов. Но ничего. Больше Газпром будет поставлять внутри страны. Тоже хорошо. Будем развивать социальную газификацию. Про газификацию другую немножко уточним по поводу, кстати говоря, Газпрома. Алексей Базович назвал тот объём, который шёл по веткам Северного потока. Как вы считаете, учитывая сейчас все проекты, которые находятся в таде реализации и в Средней Азии, и с Ираном, и с Китаем, есть ли перспективы у Газпрома восстановить прежний объём поставок на внешнем рынке? Ну вот я уже упоминал об этом, о том, что мы выходим на проектную мощность по поставкам в Китайскую Народную Республику. Но что касается поставок в Средней Азии, там, в Иран, это тоже не связано. Вот я хочу понять, чтобы было понятно. Не связано напрямую с украинскими событиями. Просто экономики этих стран развиваются. Развиваются активно. Им требуются дополнительные ресурсы. Вот и всё. Ну вот тот же Узбекистан. Я уже говорил об этом, но это хорошо известно. Прирост населения в Узбекистане миллион в год. Понимаете? Миллион в год плюсом. Там уже 37 миллионов человек. Значит, совсем скоро будет 40 и так далее. Экономика растёт в том числе. Понимаете? Ну, конечно, у них есть обязательства на внешних рынках. Конечно, просто республике там требуется дополнительный ресурс. В Ташкенте было минус 21 по такому году. Такого никогда раньше не было в истории, наверное. Ну, конечно, им нужно. Ну, а мы располагаем такими ресурсами. Будем согласовывать наши действия с Туркменистаном, конечно. Но Иран просит нас давно уже о поставку. Но тоже это очень удобное место для нас, месторождение рядом. Мы сейчас думаем. Я полагаю, что это вполне реализуемый проект, имея в виду, что рынки огромные и соседние страны с Ираном. Это просто колоссальная потребность. Здесь существуют разные возможности. И разные рынки будем осваивать. По свопу будем работать, будем, значит, сжать, как я уже сказал, и так далее. Постепенно будем восстанавливать, конечно, объём продаж. Здесь и сомнений нет. Да и собственную экономику будем развивать. Нам во многих регионах, кстати, вот здесь, на Дальнем Востоке, не хватает же газовой генерации. Нужно объединять, у «Газпрома» такие планы есть, объединять европейскую часть газотранспортной системы, в Дальневосточную, чтобы перейти к соответствующему образом осуществлять. Всё это в наших планах, всё это будет реализовано. Спасибо. Продолжим говорить об энергетике. Господин Брагим, Малайзия, вторая по увеличению страна, производитель нефти и газовую в Восточной Азии. Кстати, те самые знаменитые башни бельницы, Петра Нас, в столице, как раз называлась часть крупнейшей энергокомпании в стране. Как вы оцениваете сейчас ситуацию на нефтяном газовом рынке в целом мире? И рассматриваете, сегодня в Малайзии какие-то совместные проекты с Россией, именно в энергосекторе? Мы сейчас активно обсуждаем вопросы энергоперехода. И мы полагаем, что у России здесь очень сильная позиция. Безусловно, мы продолжаем проекты по разведке и табыче, потому что, безусловно, у нас стоит задача ослабить зависимость от нефти. Но вы чётко понимаем, что на данный момент эти энергоресурсы продолжают отграть очень важный роль, чтобы почернуть $600 миллионов. So temporarily, this energy is still required until we are able to transition into green energy. But for now, the focus is there, we still need to be an important player, and we will, therefore, have some sort of synergy of conditions to ensure that this transition into hybrid and bridging only would be of a benefit in our time to progress. Это вопрос, который действительно должен находиться в центре нашего внимания. Главным образом это связано с обеспечением перевозок, но и с теми судами, кораблями, которые грузы перевозят, и с теми, которые обеспечивают поработку судов. Это прежде всего ледокольный флот. Россия располагает уникальным ледокольным флотом, уникальным. У нас 34 дизельных ледокола разного класса уровня и 7 действующих атомных ледоколов. Четыре строятся, точнее, строятся уже три, и четвёртый сейчас в начале 2025 года будет заложен. Это, значит, 7 плюс 4 – 11. И ещё один очень большой мощности, беспрецедентно большой мощности, по-моему, 136, что ли, где-то примерно так, тысяч лошадиных сил. Если лошадиных сил измерять, это так называемый лидер, он уже строится здесь во Владивостоке, на звезде. И вот эта вся группировка, безусловно, обеспечивает круглогодичную провозку, потому что новый ледокол, особенно лидер, он не только мощный, он ещё и широкий, и будет обеспечивать проводку караванов судов. Это первое. А второе – сами суда нужно строить, которые будут перевозить. И, конечно, мы будем расширять возможности нашей судостроительной отрасли. И в европейской части мы вчера только обсуждали, и вот с руководителем ВТБ, с Костином, и с представителями, делегированными им в нашу объединённую судостроительную компанию людьми, перспективы развития европейской части. И здесь мы правильно обратили внимание, мы смотрели вчера место для будущего судостроительного завода, уверен, мы его построим, так же, как с большими сложностями, но всё-таки построили и звезду здесь на Дальнем Востоке, в Владивостоке прям. Нужно строить инфраструктуру, портовые сооружения, нужно обслуживание в этих портах обеспечить, безопасность судоходства, забота об окружающей среде и так далее. Вот это всё в комплексе, всё у нас запланировано, реализуется и, уверен, будет реализовано. С учётом изменения грима, это, конечно, передвижение по Северному морскому пути, безусловно, и наших возможностей ледокольного флота должно быть и, уверен, будет обеспечено круглогодично. Это очень важно и для нашей экономики, и для мировой экономики, и для экономики наших друзей, и, в частности, Китайская народная республика проявляет такой живой интерес к совместной работе по этому направлению. Мы всех приглашаем для этого и уверены в успехе. Кстати, говоря о строительстве, мы теперь жилья, Владимир Владимирович. Насколько закрыта потребность в нём на Дальнем Востоке? Мы знаем, что здесь льготная ипотека, она сохраняется, при этом по стране её отменили. Как и обещала, цитирую слова Германа Оскаровича Грефа, что с выходом из программы льготной ипотеки, он говорил, затянули. Вот так, почитайте, сегодня у нас проблема жилья в целом по стране решена, если мы закрыли льготную программу. Господин премьер-министр цитировал Толстого, Чехова, Греф, вы же цитируете. Он тоже в число классиков входит. Значит, что касается стройки, мы добились просто, я считаю, выдающихся результатов строительства. У нас такого объёма никогда раньше не было, как результаты прошлого года. 100, сколько там, 103, что ли, миллионы. 110? О, 110 миллионов. Правда, у нас задача была до 120 добраться, но 110 – это уже очень хороший показатель. Значит, конечно, в связи с тем, что закончилось действие льготной ипотеки, конечно, это не может не сказаться на рынке жилищного строительства. Но, повторяю, он сейчас поддерживается льготной ипотекой в Дальнем Востоке, Арктике, семейной, айтишной льготной ипотекой. Но ведь смысл и действия финансовых властей, правительство заключается в том, как вы сказали, чтобы охладить несколько этот рынок, чтобы… Тоже цитировал в очередной раз, Тона Биурина говорила. Да, ну и хорошо. Но в целом, конечно, такой эффект и ожидается, чтобы не было перегрева рынка, и чтобы это не влияло на макроэкономические показатели. Но, тем не менее, на что хочу обратить внимание, у нас очень хороший задел по строительству. Вот можно цитировать его чаще, раньше цитировали, сейчас меньше, господин Амутко, он тоже у нас большой специалист, ярко, метко выражаться по некоторым вопросам. Но, во всём случае, работает он очень хорошо в той части. От всего сердца. Ну, от всего-то всего, но он работает с хорошим результатом. Я говорю без всякой иронии, без всяких шуток. И результат – 110 миллионов тонн, извините, 110 миллионов квадратных метров он строил, в том числе с учётом работы его корпорации, которую он возглавляет. Но у нас очень, о чём хочу сказать, очень хороший задел. 160, может, даже чуть больше, 163-165 миллионов тонн задел начатого строительства. Поэтому, я думаю, никакого провала в следующем году не будет. У меня ещё один вопрос, Владимир Владимирович, к вам, а потом перейдём уже к другим темам. Одна, пожалуй, мне кажется, самых обсуждаемых тем в последнее время – это с ноября вступает в силу закон, который легализует майнинг криптовалют. Ранее вступил ещё в силу ФСЗ-259 от цифровых активов. Значит ли это, что Россия движется в сторону мирового лидерства в сфере криптовалют, и что в дальнейшем может появляться и другое новое законодательство, которое будет регулировать эту сферу? Я думаю, что Россия сегодня уже является одним из мировых лидеров по майнингу. И связано это с профицитом энергетических мощностей в Сибири. Но здесь есть определённые вопросы, которые возникли в последнее время. Конечно, мы рады тому, что бизнес, который работает в этой сфере, неплохо зарабатывает, но вот этот профицит энергоресурсов в Сибири не должен превратиться в дефицит, который был бы сдерживающим фактором развития сибирских регионов. Потому что майнинг – это хорошо, но строительство жилья, промышленных и социальных объектов, сабжение электроэнергии, планируемых к строительству производственных мощностей, не менее, а может быть, даже более важно. Именно поэтому правительство приняло решение, которое должно соответствующим образом структурировать эту работу. Но что касается цифровых валют, цифрового рубля, то решение Центральным банком принято. Сейчас просто идёт работа по наращиванию этих объёмов. А цифровой рубль – это просто один из видов валюты, национальной валюты, которой будут пользоваться и участники экономической деятельности граждане. Спасибо. Ну, как обещала, переходим к другой теме. Господин Драгим, давайте не обойдём стороной Ближневосточный конфликт. Вот каким вы видите выход из ситуации? Господин Драгим, директор Ближневосточный конфликт. Господин Драгим, директор Ближневосточный конфликт. Господин Драгим, где же ваша человечность? Где же ваша ценность к политливости? Вы постоянно читаете нам лекции о ценности демократии и вашимости права человека. Разве здесь невинна очевидная противоречия в том, как вы относитесь к вот этой ситуации? Я думаю, что нам очень нужно в сегодняшнем мире – это абсолютно консистентный и чёткий посыл. Да, мы уважаем свободу, мы уважаем достоинство человека, мужчине и женщине, и мы должны противостоять всем формам колонизации. Потому что в чем проблема Палестине прямо сейчас, не только в секторе Газа, но и всей Палестины? Это прежде всего проблема в утее собственности, право, у людей отдали их землю, людей убили, вы стерживали их, ограничивали их, лишали домов, и с людьми обращаются так, как будто они оказались в такой тюрьме на окрытом воздухе. И я понимаю, что, конечно, Малайзия страна маленькая, и я чётко создаю нашли менты и предела, именно поэтому я очень благодарен моим друзьям, присутствующим в этом зале, за поддержку за позиции их стран. Но безусловно, это ситуация стоит только проблем, не только в мусульманском мире, но и всех, кто верит в свободу, верит в справедливость, потому что люди возмущены. И это говорит абсолютно ничего вдруг в ситуации, когда людей убивают каждый день. И я надеюсь, я молюсь, что наконец-то здравый смысл воздорожствует в головах людей, которые принимают решение. Именно они несут ответственность за эту ситуацию, ни один человек, ни одна, она не должна больше милиться за этой возмутительной ситуацией, с этой чудовищной жестокостью. Нельзя думать, что все мы в безопасности. Эта ситуация неприемлема. Мы все должны бороться за справедливость всего человечества. И мы не можем жить в мире, когда всё определяется цветом кожи или вероисповеданием. Так не может быть, если мы говорим о справедливости, это должно справедливость для всех всего человечества. Потому что люди и палестинские должны рассматриваться как люди, а не гражданского класса или рабов. Спасибо. Владимир Владимирович, продолжая тему международного конфликта, Москва не единожды наводила свою позицию до обеих его сторон. Нас слышат обе стороны палестинского конфликта и израил-палестинского конфликта? Я могу присоединиться ко многому из того, что было сказано нашим гостям. Позиция России, она не носит коментурного характера. Она всегда была основана на решениях, которые состоялись раньше и которые, на мой взгляд, и должны лежать в основе урегулирования. Это прежде о создании двух независимых государств. Кстати говоря, такую позицию разделяют очень многие люди в мире, в том числе, как на страны, и в Соединённых Штатах многие разделяют эту позицию. Но, к сожалению, этот вопрос не был решён, и именно он лежит в основе и сегодняшнего обострения ситуации, и сегодняшнего противостояния. Мы со своей стороны, в том числе, сегодняшняя проблема связана с попытками США монополизировать урегулирование, потому что США не рассматривается как страна с нейтральными позициями, и в этом проблема. Но, повторяю ещё раз, мы будем делать всё, что от нас зависит, я говорил об этом на недавней встрече с господином Абасом, он был в Москве, чтобы внести свой вклад в урегулирование этого застарелого и очень тяжёлого кризиса.